Друзья, добрый день. Сегодня в нашем видео обзоре седан Volkswagen Polo. На видео переднеприводный автомобиль с двигателем 1.6 литра и автоматической коробкой передач. Комплектация Football Edition. Цвет автомобиля ярко-синий металлик. Диски литые 16-дюймовые с шинами размерностью 195 на 55. Задние тормоза барабанные. Задний парктроник не предусмотрен, а камера заднего вида расположена над задним номером. Антенна расположена в задней части крыши. Релинги отсутствуют. Боковые зеркала окрашены в черный цвет, а ручки в цвет кузова. Ключ выкидной с тремя кнопками открытия и закрытия автомобиля и отпирания багажника. Заглянем внутрь. Посмотрим на карту передней двери и водительское место. Салон автомобиля выполнен в темных тонах. Обивка сидений тканевая с цветными вставками темно-синего цвета. Водительское сидение оснащено механической регулировкой по высоте. Заведем автомобиль с помощью ключа. Панель приборов аналоговая с белой подсветкой. Слева от руля расположим блок управления осветительными приборами. Автоматический режим не предусмотрен. Включим габариты и ближний свет. Задняя противотуманная фара включается дополнительным переключателем. Левый указатель поворота, затем правый. Помигаем дальним светом. Аварийная сигнализация. Выйдем из автомобиля и осмотрим автомобиль детально с включенными световыми приборами. Боковые зеркала с повторителями указателей поворотов. Передняя оптика галогенная. Передние противотуманные фары не предусмотрены. На месте передних противотуманных находятся дневные ходовые огни. Парктроник спереди не предусмотрен. Клиренс автомобиля составляет 163 мм. На крышке багажника спойлер черного цвета. Задние фонари и подсветка заднего номера с обычными лампами. Задняя противотуманка расположена в блоке заднего фонаря. Возвращаемся в автомобиль. На водительской дыре находится блок электрических регулировок боковых зеркал с водительской и пассажерской стороны. Система складывания боковых зеркал в данной комплектации не предусмотрена. В этом положении включается обогрев боковых зеркал. Рядом расположена кнопка управления центральным замком. Далее блок управления передними и задними электростеклоподъемниками. Все стеклоподъемники с функцией авто. Слева от руля расположена регулировка корректора фар. Правый подрулевой переключатель отвечает за управление передними дворниками. Автоматический режим не предусмотрен. На левом подрулевом переключателе расположен блок кнопок, управляющий круиз-контролем. Рулевое колесо многофункциональное, с кожаной отделкой. Кнопки справа на руле управляют бортовым компьютером. Дисплей бортового компьютера монохромный. Дисплей расположен по центру панели приборов. Бортовой компьютер может показать информацию о давлении в шинах, расходе топлива, пробеге и запасе хода. Дефлекторы системы вентиляции расположены сверху передней панели. В автомобиле установлены магнитолы размерностью 2.1. Дисплей цветной, сенсорной, размерностью 6.5 дюймов. Помимо радио, поддерживаются форматы USB, AUX и Bluetooth. Входы USB и AUX расположены спереди на магнитоле. В составе акустической системы 4 динамика. Слева и справа на руле находятся кнопки, дублирующие управление аудиосистемой. Можно менять громкость, менять радиостанции и источник воспроизведения. Можно управлять мобильным телефоном, подключенным по Bluetooth. Данный блок отвечает за вентиляцию в салоне. Центральная шайба отвечает за включение системы и за регулировку интенсивности обдува. Левая шайба отвечает за регулировку температуры. Правая шайба отвечает за выбор направления обдува. Кнопка АЦ отвечает за включение кондиционера. Кнопка переключения рециркуляции воздуха. В кадре кнопки подогрева передних сидений, водительского и пассажирского. Подогрев двухрежимный. Кнопка включения электрообогрева заднего стекла. Переходим на потолок, он серого цвета. Водительский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом без подсветки. Освещение на потолке с обычными лампами. Рядом находится кнопка системы AeroGlonass. Пассажирский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом без подсветки. Посмотрим на задний ряд сидений. Он оснащен тремя подголовниками. Центральный подлокотник с боксом. Крышка подлокотника регулируется по углу наклона. Подстаканники расположены перед рычагом коробки передач. Рядом находится розетка на 12 вольт. Бардачок без подсветки, отделан пластиком. Коробка передач автоматическая, шестиступенчатая. При включении задней передачи активируется камера заднего вида. В коробке передач предусмотрен ручной режим выбора передачи. Индикация выбранной передачи отображается сверху на дисплее бортового компьютера. Ручной тормоз механический. Индикация ручника на тахометре. Немного погазуем. Выйдем из автомобиля и перейдем к осмотру заднего ряда сидений. Посмотрим на карту задней двери на задний ряд. Оценим, как выглядит передняя приборная панель. Освещение для задних пассажиров не предусмотрено. Заднее сиденье без центрального подлокотника. Подстаканник находится между передними сиденьями. В спинках передних сидений расположены карманы. Задние стеклоподъемники электрические. Стекло при открывании опускается не полностью. На потолке над дверью ручка. Теперь заглянем в багажник. Открывается он кнопкой на крышке багажника. Объем багажника составляет 460 литров. Боковины и пол багажника отделаны тканью. Под полом в багажнике расположено запасное колесо, набор инструментов и органайзер. Заднее сиденье складывается в пропорции 60 на 40. При сложении заднего сиденья образуется ступенька. Для закрытия багажника в крышке предусмотрена ручка. Ключок бензобака открывается снаружи автомобиля. Объем топливного бака составляет 55 литров. Производитель допускает использование 92-го бензина. Теперь заглянем под капот, который открывается с помощью данного рычага. Капот фиксируется с помощью ручного упора. Крышка капота отделана шумоизоляцией. Двигатель бензиновый объемом 1,6 литра. Мощность составляет 110 лошадиных сил. Мы с вами осмотрели седан Volkswagen Polo в комплектации Football Edition. С бензиновым мотором 1,6 литра, с передним приводом и автоматической коробкой передач. Цена такого автомобиля на момент съемки обзора составляет 993 800 рублей. Друзья, ну вот наше видео и подходит к концу. Не забывайте ставить лайки и писать в комментариях, понравилась ли вам машина. И какие бы еще машины вы хотели увидеть на обзоре. И самое главное, подписывайтесь на канал Дром. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok